Продолжение следует... Прошел релиз, как-то тихонечко никто не заметил, что Spring 5 вышел, и Spring 5 произвел в действительности в мире, я утверждаю, это революция. Что произошло? Ребята из Spring объединили огромное количество библиотек в одну большую прослойку, которая позволяет вам работать с многими сущностями в мире реактивного программирования. Поэтому слово silent говорит о том, что только три человека знают вообще, что такое Spring 5. И революция это связано с тем, у меня здесь такая скрытая группа поддержки где-то, я ее сейчас не вижу, сейчас они, подождите, я руку подниму потом, да? Они мне уже третье мое выступление пинают за то, что я слишком провожу сложные доклады и обращаюсь к аудиторию, говорю, ну блин, слабаки, вы что же не знаете? И вот что произошло. Я читал доклады по мультисредингу, и когда читаю, я слышу полную тишину, такая прям аж накаленная вообще жуткая тишина, потому что вот как сейчас. Проблема в том, что действительно проблемы с мультисредингом очень сложно, их сложно отлаживать, их сложно поддерживать, крайне сложно отыскивать ошибки, вызванные нарушением каких-то правил мультисрединга. Так вот, Spring 5, и в частности другие проекты, мы о них поговорим, которые поддерживают реактивное программирование, это довольно-таки дешевый способ для программистов избежать ошибок мультисрединг программирования, при этом получить хорошую скалировимость и хорошую распараллеливаемость задач на довольно-таки простом коде. Итак, Spring 5 понятно, Silent понятно, потому что вообще никто не заметил, что Spring 5 вышел, и революция тоже понятна. Мы с вами окунаемся в мир мультисредингового программирования без всяких проблем, мы просто движемся, как будто у нас ничего. Значит, произносим какие-то известные фразы. Кто знает, что такое АКО? Поднимите хотя бы руки. Вот, смотрите, сколько людей знает. Обычно АКО связывают программирование на скале. В Java 8 АКО пришла довольно-таки поздно, поэтому, как правило, людей, которые бы одновременно использовали АКО и Java 8, сравнительно мало. Я вас поздравляю, вы можете теперь с использованием 5-го Spring довольно-таки легко интегрироваться с АКО. То есть вы теперь будете не изгоями, когда в курилке люди говорят, а мы на скале пишем. В Java теперь это как бы стало уже довольно-таки привычно. Reactive X – это одна из возможных реализаций реактивного программирования. То есть благодаря Spring 5 вы можете выбирать, либо использовать Reactive X, либо использовать реактор I.O. Вообще мой доклад построен именно на реактор I.O., поэтому Reactive X мы не будем с вами говорить. Я понимаю, что для многих это то, что я называю какие-то названия, еще непонятно, но потерпите чуть-чуть, мы дойдем до сути. Очень важно то, что Spring заинтегрил уже готовые для использования Kafka, то есть это чрезвычайно важная в мире облачных технологий стриминговая платформа. И когда я на предыдущем слайде говорил об Multithreading программировании, я должен сейчас перед вами оговориться о том, что Multithreading, использование реактивного программирования, к сожалению, чуть-чуть ограничен. То есть вся вот та универсальность, о которой я говорил, о том, что вы забываете о Multithreading примитивах, она работает только вот для этого списка. Итак, Netty, Jetty, Tomcat, Undertown – это все маленькие или большие HTTP сервера, которые вы можете использовать, используя подходы реактивного программирования. Они все поддерживают реактивное программирование. Это все спецификация сервуля 3.1 дала вам возможность нормально реализовывать асинхронные запросы. И таким образом Spring позволяет вам интегрировать им ваш проект. В JDK 9 появляется такая чудесная технология, связанная с Java Util Concurrent Flow. Spring уже готов ее встретить, поэтому, когда появится Java 9 уже в продакшене, вы безболезненно сможете использовать этот пэкэдж. Очень важный пэкэдж – Java New Input Output File, который появился в Java 7. В частности, для нас чрезвычайно важен вот такой класс – Asynchronous Fall Channel позволяет вам в реактивном программировании, используя Spring, подключать асинхронное взаимодействие с файлами. Не просто подключать асинхронное, а именно обеспечивать вам так называемое неблокирующее чтение. То есть, кстати, извините, забыл сказать, что в HTTP-серверах, связанных с Jetty, Netty, Cat, Undertow, это именно суть, то, что поддает вам какой выигрыш в мультисрединг и реактивное программирование, это то, что вы обеспечиваете неблокирующие вещи, связанные с получением или отправкой данных. Ну и, наконец, самое последнее – это нативный непосредственный доступ. То есть, как бы вам, ну, Spring, кроме всего прочего, предоставляет возможность по программированию чистых HTTP, WebSocket, TCP или UDP, если вам не хватает функциональности, связанной с технологией Serolet 3.1. Если кто-то знал, когда-нибудь есть сравнительно давно существующий проект – это VertX, это браузер, ой, pardon, HTTP-сервер, который поддерживает неблокирующее и асинхронное, и реактивное программирование. К сожалению, Spring не интегрирован с ним, по крайней мере, я не нашел нигде в интернете упоминание о том, что VertX может как-то взаимодействовать со Spring. Но, тем не менее, это довольно-таки старый проект и довольно-таки успешный именно по обеспечению неблокирующего ввода-вывода. Вот смотрите, да, то есть я говорил, реактивное, неблокирующее, вот потерпите, вот следующий слайд уже будет об этом, вот мы детально поговорим. Пока огромная просьба к вам, вот такое маленькое упражнение, разминка что ли. Вот давайте просто обсудим вот среднюю колоночку, посмотрим, да, вот средняя колоночка, как программисты обычно работают с iterable каким-то шаблоном. То есть, ну, известно, что iterable – это не просто интерфейс Java, да, это вообще паттерн, определенный дизайн-паттерн, который позволяет вам какой-то объем данных, может даже бесконечный, кстати, обратите внимание, шаг за шагом просто пройти, проитерировать и посмотреть, что у нас в этом содержится. Для этого у нас есть с вами методы next, и как определить, достигли ли мы конца, это метод hasNext. При этом потенциально во время итерации у нас может возникнуть exception, и Java для этого предоставляет просто именно возможность, функционал, связанный с обработкой exception. Это классический Java-овский подход, который связан непосредственно с iterированием. А что дает, вот маленькое, собственно, упражнение, которое я спрошу сейчас мысленно себе провести в голове. Вот вам необходимо просто, для того, чтобы стать реактивным программистом, вам необходимо просто сменить чуть-чуть, вот просто думание об iterable в очень простой форме. Вместо того, чтобы говорить next, вы получаете некоторое событие on next. Вместо того, чтобы обрабатывать exception, вы получаете некоторое событие о том, что произошла ошибка. И третье, это когда вместо того, чтобы проверять, достигли ли мы конца в нашей итерации, мы просто получаем событие on complete. То есть реактивное программирование, вообще само по себе слово реактивное, это означает, что что-то в этом мире уже произошло, и мы тормоза такие, только получаем это post-factum. То есть реактив, антонием ему какое слово, актив, ре это отрицание, актив это прямая форма. Таким образом, реактив это всегда то, что уже произошло после того. Итак, у нас есть три базовых события, on next, on error и on complete. Теперь мысленно представьте себе, вот как бы вы переписали бы цикл, если бы у вас существовали только три вот этих вот коллбек метода. То есть они каждый раз вызываются после того, как что-то произошло. Вот это вот все, что вам надо знать о том, как вообще реализовано реактивное программирование. Спасибо за то, что послушали меня. Ну, как бы на этом доклад закончен. Вот давайте очень рассмотрим простенький-простенький пример. То есть в реактивном программировании вводятся два базовых интерфейса. Это интерфейс подписчик и интерфейс паблишер. Интерфейс подписчик с предыдущего слайда мы вот все уже знаем, да? Это подписаться непосредственно на какую-то, например, на ту же итерацию. On next это говорит нам о том, что мы можем получить что-то в результате итерации. On error, соответственно, что-то при ошибке. И он complete это то, что непосредственно у нас происходит, когда мы завершаем уже, подходим к концу. Паблишер это фактически фабрика с одним единственным методом, который создает вспомогательный такой интерфейс. Он в реактивном программировании называется subscription. Subscription это фактически, он ничего не несет, никакой пользы. Это фактически связка между subscriber и publisher. То есть ничего там такого сложного нет, поэтому я даже не выносил это дело на слайде. Это понятно, да? Теперь что предоставляет нам, вспоминаем, да? Я говорил о том, что я не буду говорить, например, о RxJava. Я буду говорить всегда о реакторе I.O. А реактор I.O. предоставляет нам две реализации паблишера. Это flux и mono. Flux переводится в английского «это поток». Это означает, что эта штучка может паблишер, который вам производить от нуля до N сущностей. То есть если даже есть бесконечный какой-то output, например, вы транслируете события от какого-то железяки, которая все время производит какие-то события. Очевидно, это flux. Моно всегда либо 0, либо 1. Кто, может быть, знает функциональное программирование, в частности, Haskell? Помните такой, есть там конструктор типов, так называемый Maybe? Не, никто не знает. Ладно, проехали. Ближайший аналог mono в Java – это generic класс, который дает вам либо 0, либо 1. Это optional, да? И в том числе в optional появляется возможность, например, это итерироваться. Вы либо 0 элементов имеете, либо 1 элемент. Давайте рассмотрим самый-самый простой пример во флаксе. Это просто проитерироваться по набору цветов. Что ж такое? У нас есть красный, белый, синий цвет. Мы добавляем сюда вот метод log. Мы делаем мэппинг, как это принято в Java 8. Мы преобразуем наш цвет из маленьких букв в большие буквы и результат выводим на экран. То есть ничего сложного. На предыдущем слайде я уже сказал, что как бы все просто, ничего сложного нет. У нас просто есть callback функции, которые мы подставляем. Единственная вкусность здесь, конечно, log, который просто позволяет вам логировать и отслеживать, что реально происходит в вашем реактивном мире. В результате выполнения вы увидите совершенно простой аутпут в виде лога. То есть у нас создался флакс-лог, кто-то подписался на него, был запрошен бесконечный какой-то набор данных, вывелся red уже большими буквами, white, blue, все. Он комплит вызвался, мы получили вот это. Ничего сложного, по-моему. Я рассказываю такие вещи, мне кажется, как в детском саду. Давайте, ну понятно, да? Ну серьезно, кому-то непонятно? Проехали. Теперь более сложный пример. У нас есть сущность person. Банальная person, у него есть ID, у него есть name. Ничего сложного, да? Дальше рассматриваем очень важную вещь. Да, кстати, поднимите, пожалуйста, руку, кто вообще работал со Spring Data. Именно не Hibernate, а Spring Data, да? Все помнят о том, что Spring Data – это штука, которая позволяет вам описывать доступ к базу данных на уровне интерфейса. То есть вам вообще не надо писать, например, методы, да? Spring сам берет за вас, принимает решение, какие… Вопрос? Принимает решение, какие вам данные нужны. Я этот пример вот вчера буквально писал на Monge, то есть неважно, что у вас там SQL-база, Monge-база. Этот пример конкретно для Monge написан был. Вот query для Monge самый простой запрос, который выбирает все абсолютно данные – это просто две фигурные скобки. То есть мы реализуем вот в репозитарии сейчас два метода, либо которые возвращают всех абсолютно пользователей в базе, либо второй метод, который возвращает пользователя по ID. И теперь внимание, здесь первый очень важный момент, связанный с тем, что обратите внимание, что мы возвращаем на All. Это огромный шаг Spring'а вперед, это вообще колоссальнейшее. Он возвращает вам Java 8 Stream Interface. Что такое Stream Interface? Это интерфейсы, которые позволяют вам работать, например, с лямбдами, которые позволяют вам распараллеливать обработку и так далее. Вы можете продолжать, конечно, использовать, например, здесь можно было бы смело написать лист, лист персонов. Все честно, все бы работало, но обратите внимание, что сейчас, конкретно сейчас, я использую именно Stream. Второй прикол тоже точно так же связанный. Find by ID, у нас сколько сущностей, либо ноль, либо одна возвращается. И Spring Data позволяет вам возвращать не персон, а комплитабл фьючер. Что это означает? Вообще, комплитабл фьючер – это одна из очень больших прорывов восьмой Java, связанная с тем, что вместо того, чтобы прямо сейчас вернуть данные, и, соответственно, ваша вся система останавливается пока… А как вообще работает база данных? Работает база данных следующим образом. Мы берем запрос, отправляем на сервер. Сервер его парсит, а в это время вы все еще ждете. Сервер пропарсил запрос. Теперь он его транслирует в выборку записи, идет по индексам, смотрит, что вам нужно вернуть. А вы все ждете. Дальше сервер начинает подготавливать данные и по очереди выплевывать записи на клиентскую сторону. Это когда начинает клиент работать. А вместо того, чтобы вы ждали, мы обеспечиваем наш вызов при помощи комплитабл фьючер. Комплитабл фьючер – это Java 8 класс, который позволяет вам асинхронно обработать появление первых данных. Только тогда, когда они действительно появятся. Таким образом мы получаем персон в комплитабл фьючер. То есть когда-нибудь, когда действительно будет готово. И вместо того, чтобы ждать у себя на клиентской стороне, вы получаете возможность в это время отдать, например, процессор под какие-то другие полезные задачи. С этим понятно? С репозиторием? Отлично. И переходим непосредственно к действительно программированию в реактивном стиле. Мы объявляем при помощи SpringAutoWired instance нашего персон-репозитори. Видим здесь знакомое слово flux, которое возвращает поток. Да, простите. Понятно, да? Это контроллер. Контроллер – это непосредственно тот класс, который отдает для вебовского интерфейса, например, поток JSON-овских данных. Мы объявили URL на всех персонов, возвращаем всех без исключения персонов. И flux оборачивает. Я презентовал два этих класса flux и mon. Следует понимать, что, к сожалению, доклады очень короткие. В каждом из этих классов есть минимум где-то порядка 40-50 методов, которые позволяют вам как создавать, так и обрабатывать эти потоки. Мы с вами их ни в коем случае не можем просто физически даже рассмотреть. У нас не хватит настолько времени. Но просто поверьте мне, что вот есть FromStream – это штука, которая позволяет вам обернуть вот этот вот стрим в реактивную систему. То есть таким образом что происходит? Мы выстраиваем цепочку между запросом к базе данных. Вспоминаем, да? То есть мы говорим о том, что запрос к базе данных – это очень длительная вещь, и клиент ожидает. Так вот вместо того, чтобы ожидать, мы просто говорим, что мы сейчас обернем это в реактивную систему, и на клиент пойдут данные только тогда, когда база данных будет действительно готова их передать. И таким образом мы реально очень сильно разгружаем наш собственный сервер. То есть наш собственный сервер может заданяться какими-то другими полезными вещами. И наш собственный сервер будет уведомлен только тогда, когда реальные данные появятся. Чуть-чуть более сложный пример с Person by ID. То есть я еще раз напомню, флагс относится от 0 до n данных, моно относится от 0 до 1. Что у нас здесь происходит? Мы берем… Следующая вещь. Мы берем User ID, берем джавовский классический optional, говорим, что парень optional, у тебя есть два варианта – либо User ID валидный, либо он пустой. То есть и то, и то возможно. Мы теперь берем, обращаемся в наш репозиторий, ищем по ID. Обратите внимание, что вообще нет никакой разницы для реактивного программирования, с чем вы работаете. Вы работаете с реальным персоном, или вы работаете с Comptable Future? Все эти вещи спрятаны от вас внутри. То есть за счет этого достигается простота непосредственно реактивного программирования. Вы здесь не заботитесь за то, мало ли с Red Code, не мало ли с Red Code. У вас есть просто Map. И абсолютно не важно, что он возвращает. Либо реального персона, либо Comptable Future. Дальше. Здесь мы делаем еще раз Map, для того, чтобы обеспечить именно преобразование из Comptable Future. И еще раз повторюсь, Spring об этом прекрасно знает. И последнее, что давайте, это еще раз, это пример. Мне просто хочется показать вам максимальное число возможностей здесь. Мы берем, если у нас пришел UserID невалидный в виде NAL, допустим, или пустой строки, мы пишем OLSRU. Это возможность Java 8 optional интерфейса, и на этом методе мы просто с вами заразим exception. Ну, имеем право сказать, извини, парень, у тебя невалидный ID. А мощность Spring MVC, заметьте, да, мы уже с вами говорим не о Spring Reactive, мы говорим о Spring MVC. Мощность Spring MVC о том, что он полностью вот это дело аккуратненько обработает, обернет для вас все абсолютно и exception, и обработку данных, обработку фьючерса, все в один прекрасный, очень короткий код, который непосредственно реализует вашу бизнес-задачу, а не обвязку, связанную с multisrading. Как это все работает? Давайте заглянем под капот. В классическом Tomcat, тот, который существовал до спецификации Servlet 3.1, существовала такая большая проблема, и проблема действительно была большая. На моих предыдущих лекциях про multisrading, люди часто ко мне подходили и спрашивали, в чем проблема с созданием среда? Отвечаю, опять же, вспоминаем классику, что такое сред? Сред это, значит, сущность, связанная с уникальной возможностями микропроцессора, с тем, что вы имеете разделяемую память, то есть много средов шарит между собой память, и индивидуальный стек. Стек, вспоминаем, служит для хранения локальных переменных и вызова функций. Таким образом, каждый сред у вас имеет уникальный набор локальных переменных, но при этом шарит память. Что такое стек? В Java по умолчанию стек равен 1 мегабайту. Таким образом, если мы посмотрим старую реализацию Томкета, увидим, что у нас по умолчанию в Томкете поднимается 100 средов, и вы имеете, да, конечно, виртуальной памяти, но вы имеете 100 мегабайт абсолютно неиспользуемой памяти. Просто вот на ровном месте. Вы взяли, подняли Томкет, и у вас сразу появилась, куда-то делась 100 мегабайт память. Еще раз повторюсь, виртуальная, это не настолько критично для современных машин, но тем не менее. И у нас, вот я нарисовал двух человечках, всего лишь два запроса идут в Томкет. Томкет обеспечивал модель thread per request. Это означает, что один запрос от пользователя превращается в один thread, наоборот, вернее. Один thread, это всегда связан с одним запросом от пользователя. И вот наш пользователь вызывает некоторый метод get. Вот идет длительная операция обращения в базу данных, и в это же все самое время получается целый thread стоит, ждет, пока вернется запрос из базы данных. То есть дико неудобно. Поэтому появилась спецификация сервилет 3.1, когда попытались это дело разгрузить. Томкет теперь поднимает ограниченное число HTTP обработчиков, которые слушают на ограниченном количестве средов, их существенно меньше. Как только у нас появляется некоторый запрос, используя реактивный подход, то есть так называемый, извините, не реактивный, а не блокирующий. Неблокирующий подход означает, что как только мы обрабатываем этот запрос, мы очень быстренько отдаем кому-то, неважно кому, какому-то обработчику, и мы возвращаемся обратно слушать HTTP. То есть мы не занимаемся непосредственно обработкой и ожиданием, пока этот запрос окончится. Мы куда-то выплюнули это дело. И очень хотел бы с вами обсудить вот эту вот картинку. С развитием реактивного программирования вы будете, я гарантирую, в интернете все чаще и чаще встречать вот такие диаграммы. Эти диаграммы очень удобно описывают именно поведение флакс и моно. Что мы здесь видим? Мы видим некоторую прямую, на которой появляется какой-то зелененький кружочек. Зелененький кружочек в данном случае это аналог нашего HTTP реквеста. Вот эта вертикальная черта означает, что когда все хорошо, мы просто обеспечиваем некоторое поведение, связанное с случаем, когда у нас либо пусто, либо все хорошо. Дальше идет некоторая внутренняя обработка. Кружочек означает, мы преобразуем данные в квадратик. exception, красный крестик, означает, что мы тоже преобразуем некоторые данные. Ведь действительно, если exception произошел, мы должны вернуть клиенту какой-то разумный ответ. Парень, у тебя там что-то неправильно. И, наконец, пустые данные. Мы тоже преобразуем какой-то запрос. Например, no content. HTTP status, no content. Ну, логично. То есть, вот эта диаграммка, она обозначает вот это дело. И вот мы видим результирующий процесс реактивного программирования. Зелененький квадратик означает, что мы что-то преобразовали из зелененького кружочка. Малиновый квадратик означает, что мы что-то преобразовали из exception. И, наконец, пустой случай. Ну, это и есть пустой случай. Собственно, с этим вопрос есть у вас? Да. Очень хороший вопрос. У меня есть три ответа на него. Я как архитектор, ответ, никогда не используйте сессию. Это реально очень хороший совет, связанный со скалируемостью архитектуры. То есть, если вы не используете сессию, это просто супер, это большой плюс вам. Второй ответ заключается в том, что посмотрите, пожалуйста, на такой продукт, как Spring Session. То есть, Spring Session – это специальная тема, заточенная. Я понимаю, что сессия, к сожалению, не всегда удается избежать. Spring Session – это именно продукт, который позволяет, интегрирован сюда же. То есть, Spring MVC прекрасно с ним работает. И вы не заботитесь об этом, потому что Spring Session использует промежуточное хранилище, например, InMemory Database или Mongo для того, чтобы сохранить эти промежуточные состояния. Таким образом, они на все облако, если у вас поднят даже целый кластер из независимых, даже… То есть, здесь мы говорили о средах, а теперь представьте себе просто независимые виртуальные машины. Так вот, используя Spring Session, вы можете, например, очень легко избежать вообще само по себе понятия границ. То есть, вам не надо заботиться об этом. И, наконец, третий ответ, это более конструктивный, именно попытки ответить на ваш вопрос, а какая вам разница, с чем вы работаете? Вам приходит HTT Periquest, да? HTT Periquest – это сущность, не связанная со средом. Это просто уже существующий объект. И уже в HTT Periquest вы спрашиваете, а какая у меня сейчас сессия? И уже в HTT Periquest установлена сессия для вас. Но все-таки обратите внимание на мой первый ответ. Не используйте сессию по максимуму. В связи с тем, что я вам уже рассказал, я на собеседованиях очень часто сталкиваюсь с одной и той же ошибкой. Когда люди говорят о неблокирующем HTTP, они очень часто путают понятия. И вот классическая просто ошибка. Вот рассмотрим очень популярный пример. Например, вам надо реализовать веб-сервер, который отправляет почту клиента. То есть клиент ввел адрес, куда отсылать, ввел текст и нажимает кнопку Send. SMTP-сервера, такая их природа, они очень тормознутые. Они могут минуту ждать, могут две ждать, три и так далее. То есть это какая-то длительная очень операция. Мы не можем клиенту разрешить ждать перед открытым окном минуту, две или три. Посмотрите, как Google это сделал. Он говорит, я сохранил вашу почту, но вот что-то пошло не так, я не могу отправить ее сейчас. То есть Google очень корректно это обрабатывает, очень красиво. И вот, собственно, вопрос на собеседовании. Как быть с веб-запросами, которые обеспечивают вас длительной операцией? Я слышу всегда, очень часто вернее, я слышу очень неправильный ответ, связанный, а давайте мы прикрутим сюда синхронное программирование, не блокирующий респонс. Так вот, вот это не об этом. То есть возвращаясь к предыдущему кадру, вот эти вот пулы HTTP обработчиков, они не обеспечивают вас проблемой, что клиент получит HTTP-эрор, связанный с таймаутом. Да? Вот поняли то, что я пытаюсь сказать? Кто не понял, что я вот сейчас говорил? Все поняли, да? То есть есть… да. Что непонятно? Есть банальный статус, HTTP статус. Сервер, мы не знаем, сколько времени сервер будет обрабатывать отсылку почты. Мы не знаем, сколько времени. Tomcat по умолчанию, например, я не помню, сколько? 40 секунд по умолчанию. То есть после 40 секунд Tomcat должен вернуть на клиента «Извини, таймаут произошел», да? Или браузер, наоборот, скажет «Очень долгий запрос, давай-ка я его рубану, потому что непонятно вообще, что происходит». То есть клиент в результате получит эту ошибку. Если мы говорим об реальном интерпрайз программировании, естественно, что для клиентов это неудовлетворительная ситуация. Еще раз подчеркну, что неблокирующее программирование не является ответом на этот вопрос. То есть да, на сервере у вас нет блокировки, но тем не менее клиент все равно получит ошибку. Это неприятно. То есть у нас есть некоторый JavaScript запрос, некоторые долгобегущие серверы и некоторые результаты. Мы, например, можем показать крутилку в это время. Классическая задача реализуется следующим образом. На JavaScript стороне мы делаем пулинг. То есть запрос отправился, мы получили какой-то ID нашей джобы, показываем крутилочку и периодически JavaScript говорит, окей, по этой джоб-ID не закончился ли у нас еще запрос. И продолжаем показывать эту крутилочку. Давайте с вами рассмотрим, как это реализовать при помощи реактивного программирования. У нас есть отдельно клиент-квери, некоторый пулинг джобов и отображение результатов. Сервер в это время делает рендер джоб и трекает статус джоба. Все неправильно, все мы не хотим сделать это другим путем. И вот такой очень простой код как раз обеспечивает вас непосредственно работой. Единственный нюанс, связанный с тем, что здесь я пошел немножечко другим путем. То есть не пулингом, мы используем технологию WebSocket. WebSocket это такая штука, которая позволяет вам сервера пнуть клиента. Сравнительно недавно появилась. Когда наша задача закончилась, наш сервер уведомляет клиента, вот теперь задача закончилась, ты можешь забрать результат. И давайте разбирать. То есть это наш контроллер, request mapping на какой-то там репорт. Репорт, все знают, да, репорт это очень долгая процедура, они долго строятся. Респонд статус, то есть если у нас все закончилось хорошо, мы всегда вернем статус окей. И мы берем моно, напоминаю, от нуля до одного. Берем наш user ID, надеемся, что он валидный. Делаем подписку. То есть обратите внимание, мы с вами ранее рассматривали метод subscribe. Вот, к сожалению, такая в спринге не очень ясная семантика. Subscribe on, subscribe кажется одинаковым, но это совершенно про разные вещи. Subscribe on обеспечивает нас возможность указать, где эта задача будет выполняться. В спринге предоставляется вот такой вот большой класс schedulers. Parallel обозначает, что для нас будет создан отдельный thread pool, пардон, извините, здесь это не thread pool, это execution service, то есть который может в том числе реализовываться при помощи thread pool. Как всегда логируем наш результат, и после этого мы делаем такую вот подписку. Подписку делаем с тремя методами. Первый метод – это, собственно, наша длительная операция. Второй метод – это что делать в случае ошибки. И третий метод – это что делать в случае нашего успешного завершения, нашего процесса. После этого, после того, как был этот моно создан, вот в этой строке происходит непосредственно возврат на клиента. Все, мы не блокировали. Вот эта штука создается доли наносекунд. Вот весь вот этот процесс будет создаваться за доли наносекунд. Мы тут же вернули HTTP response на клиентскую сторону. И мы не ждем. За счет вот этого вот параллел запустился отдельный thread, в котором будет выполнена длинная операция. В случае успеха будет вызван вот этот метод, в случае ошибки будет вызван этот метод. Все. Вот он ответ. Да. Он будет выполняться в этом thread. Хотя, опять же, есть нюансы. Нюансы связаны с тем, что есть ситуации, я реально не готов их обсуждать, потому что, я еще раз говорю, там порядка 50 методов, которые надо обсуждать. Есть ситуации, при которых моно сам примет решение за вас о том, что надо распараллелить. Да. Да. Смотрите, значит, комплитабл фьючер сам по себе не гарантирует, что он запущен в отдельном среде. То есть комплитабл фьючер можно стартануть из вашего же среда. Но, допустим, вы все-таки стартанули комплитабл фьючер в другом среде. Очень хорошо, но тогда вам действительно не надо реактивного, и мы откатываемся на два слайда назад, когда я показывал, как создавать моно из комплитабл фьючер. То есть это можно, да, вы правы, это можно использовать. Ну, просто данный пример показывает, как использовать именно с использованием реактивного программирования. Все, собственно, как бы доклад подошел к концу. Давайте финализируем. Reactive revolutionized multithreading by exposing good design patterns. То есть все, что мы с вами говорили, это ни много ни мало расширение очень простого паттерна, который существует еще в книжке Gang4. дизайн-паттерны под названием observable. Ничего сложного, просто маленькое расширение вокруг известного всем дизайн-паттерна. Spring позволяет вам объединить. Я вам показал, какие библиотеки использовались, для того, чтобы… Какие можно библиотеки использовать вместе со Spring, для того, чтобы получить реактивный результат. И огромный-огромный такой вот призыв к вам всем, то есть для того, чтобы начать программировать реактивно, чуть-чуть надо поддаться и чуть-чуть поменять свои мозги. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...